Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и в сегодняшнем видео по вашим просьбам я поговорю о стерильности тары для вина. Когда это нужно, нужно ли, ну и опять же свое мнение и свой опыт. Для того, чтобы правильно обо всем рассуждать, давайте рассмотрим изначально процесс приготовления вина. Хотя, конечно, тоже много я где слышала, что вот там надо стерильная посуда, там надо стерильная посуда, там надо стерильная посуда, везде как нужна стерильная посуда. Но давайте исходить из того. Мы берем нестерильный виноград. Нестерильными ручками его обрываем, либо пропускаем через гребнеотделитель нестерильный. Потом выживаем сок тоже в нестерильных условиях, ну и заливаем в какую-то емкость. То есть на этом этапе о какой стерильности может вообще идти речь. Конечно, здесь могут сразу вступиться те, кто добавляет пиросульфаты для убиения всяческой вот этой микрофлоры. Но здесь что я скажу, если мы берем нормальный чистый виноград, чистый виноград, я имею ввиду целые ягоды, без гнили, без плесени, без признаков повреждения, это все должно быть хорошо. Дальше, если что-то появляется в процессе, ну какие-то у нас начинают развиваться нежелательные для нас микроорганизмы, это больше уже нарушение технологии, чем нарушение стерильности. Ну дальше у нас побродило-побродило на мязге, мы переливаем в бутыли. Здесь тоже стерильность абсолютно не нужна, потому что мы переливаем как? Мы опять же вот это сусло пропускаем через пресс, например, через друшлаг, через что-то еще, чтобы отделить сок. И все вот эти вещи у нас не стерильные. И мало того, вокруг нас миллионы, миллиарды бактерий летают. И поэтому стерильные условия соблюсти достаточно сложно, а в принципе невозможно. Я в студенчестве, когда училась, я заканчивала кафедру микробиологии. Так вот для того, чтобы стерильно высеять какие-то организмы, мы зажигали спиртовки. Весь инструмент, который мы брали, он стерилизовался. Если это стекло, то оно обмакивалось, спирт потом на спиртовке поджигалось. Если это там специальная такая петля, она тоже обжигалась на спиртовке. И даже в этих случаях, и работали мы все время, все это высевали в действительно стерильную посуду, прошедшую автоклав. То есть это были специальные условия. И даже при этом, если кто-то, например, проходил мимо, дул ветер, то была вероятность того, что та культура, которой я засела, она не была чистой. И даже более того, чуть-чуть отвлекусь и расскажу случаи, когда у меня в стерильной после автоклава таре, в дистиллированной стерильной воде, я разводила концентрированный раствор антибиотика, который потом еще должен был разводиться в микро-микрограммах. И вот этот раствор антибиотика, стоя в холодильнике, у меня пророс грибами. Ну, месяц где-то стоял, то есть длительный процесс. Но вот где-то в процессе стерильность нарушилась, и вот этот один микроорганизм попал, и пророс. Представьте, сколько там было стерильности и раствор антибиотика. Но тем не менее, вот так получилось. То есть стерильные условия мы в любом случае не соблюдем. При переливах, при шлангах, при всем. Даже потом, когда мы разливаем, например, снимаем с осадка, все равно мы берем шланг нестерильный. Все равно мы переливаем в нестерильных условиях. Поэтому смысл стерилизации тары, ну, его нет абсолютно. Потому что вы не сможете создать вокруг стерильные условия. Когда можно их создать, это когда на заводе идет закрытый цикл производства. То есть один раз виноград погрузился в чан, и потом по закрытому, по закрытому всему идет. Если там вот это вот прощищают иногда, то, да, там можно поддерживать какую-то стерильность. В домашних условиях вы ее не поддержите. Поэтому стоит ли? Я считаю, что нет. Что стоит делать? Конечно, тара должна быть чистая, ну, просто нормально вымыта. Если вы чего-то опасаетесь, значит, добавьте соды немножко. Протрите соды любые хозяйки, которые делают заготовки, консервации и прочее. Не все стерилизуют банки. Иногда их просто моют с содой, и этого достаточно. То есть должна быть тара чистая, без посторонних запахов. Ну, понятно, там, без осадков, без всего вот этого. В этом есть смысл. Когда еще есть смысл, ну, более-менее приближенный к стерилизации, если мы закладываем вино долго на хранение в тех же бутылках, в бутылках я имею в виду, да, тогда, да, есть смысл, может быть, их немножко простерилизовать, ну, там, подержать в горячей воде над паром. Ну, тоже, если бутылка чистая, стекло, то, ну, в любом случае, ну, не заведется там такое количество микроорганизмов, которое бы дало развитие порчи. А если уже, как говорится, суждено продукту испортиться, так вот, в любое из воздуха может попасть вот этот самый микроб, который у вас потом испортит ваш итоговый продукт. То есть, просто нормально помыть. Просто, например, под проточной водой, если есть возможность, под горящей содой помыли, и этого будет достаточно. Ну, тут точно так же касаемо обработки тары серой. Когда я вижу в этом резон, ну, понятно, что я не обрабатываю, у меня 20-литровые бутыли, есть одна 30-литровая, ее, конечно, мыть катастрофически неудобно, она большая и тяжелая. Ну, вот это факт. То есть, когда я вижу смысл там окуривания той же тары серой, это когда нам вот эту емкость помыть крайне тяжело. Хотя все равно я засыпаю содой, доливаю немножко водичкой, закрываю пробкой. В идеале это делать на даче. Я по земле покатала, покатала, вылила все, несколько раз водичкой прополоснула. Все, я больше ничего не делаю, потому что, повторюсь, стерильных условий вокруг вы не создадите. Ну, допустим, у вас какая-то вообще огромная емкость, даже стеклянная или там еще какая-то, которую сложно помыть, ну, тогда, да, есть, наверное, смысл окуривания серой. И еще чего я вижу смысл окуривания серой, это дубовых бочек. Потому что дубовая бочка сама по себе, она имеет пористую структуру. И когда там находится вино, все хорошо. Когда мы вино слили, например, ну, допустим, мы заливаем следующее. У меня есть маленькая дубовая бочечка. Наверное, как-нибудь через пару месяцев, когда буду в нее что-то заливать, расскажу вам про все нюансы, стоит ли вообще с этим заниматься в домашних условиях. То есть, про дубовую бочечку будет. Так вот, в дубовой бочечке, неважно, вот такой, вот такой, ну, такой еще можно помыть. А побольше, побольше, уже вымыть ее очень сложно. И вот в тот момент, например, когда мы слили из нее вино, и она чуть-чуть постояла в открытом состоянии, то, ну, во-первых, мы не залезем внутрь, не посмотрим, что там, и мы не знаем, там у нас сюрприз. И что туда может попасть, и что туда может завестись. Тогда, да, есть смысл. Особенно большие, то есть, если маленькие, тоже можно помыть содой, горячей водичкой, хотя, напомню, дубуристая структура, там, так как стекло не вымыш. А большие бочки, да, тогда есть резон. Во всем остальном, я считаю, что смысла просто нет. Хотя, всегда я вам транслирую то, что я выражаю свое мнение. Если вы с этим не согласны, вы хотите стерилизовать, вы хотите окуривать серо, пожалуйста, это ваше право. Я всего лишь выражаю свое мнение и поясняю, почему я считаю, чего-то делать не стоит. И пару слов еще о болезнях вина. Раз уже мы коснулись темы стерильности, ну, периодически бывает, что где-то появляется на вине плесень, какие-то пленки, это могут быть уксусные пленки, неуксусные. На самом деле, это больше не нарушение вот какой-то стерильности. Это больше проблема изначально в том материале, который у нас был. То есть, где-то попала гнилая ягода, поэтому эти бактерии попали и в какой-то момент начали размножаться. Либо, ну, если уксусная, там вообще все понятно, значит, был доступ воздуха. То есть, скорее всего, что все было в изначальном сусли и уже потом при стечении определенных обстоятельств оно стало развиваться. То есть, стерилизацией тары мы бы все равно этот эффект не убрали. Возможно бы его убрали, если бы изначально сусло обрабатывали серой. Возможно. Но, повторюсь, поскольку я серую не использую, не знаю. И у меня был опыт, когда магазинное вино, которое все идет с серой, в течение двух недель в прохладное время на даче испортилось открытое. Ну, после этого, хотя я думаю, что уже туда, наверное, сыпят-сыпят, чтобы оно хранилось и как-то переносило все ей транспортировки, все остальное. Но, тем не менее, если оно испортилось, значит, не факт, что оно работает. И напомню историю про проросший антибиотик. То есть, не факт, что все серы. Вы убьете большинство, но если чему-то должно остаться, то оно останется и потом может принести вам неприятный сюрприз. для того, чтобы избежать каких-то таких болезней, немножко подстраховаться, я считаю, что будет достаточно того, что виноград изначально проходит проверку на качество, то есть, когда вы его снимаете с грибней, чтобы не было ягод гнилых, подпорщенных, подплесневших. и дальше уже соблюдение технологии. Очень важный момент, это когда вино стоит на мезге, сусло, точнее, часто перемешивать. Потому что вот у меня как раз-таки был случай, когда я один вечер поленилась перемешать, у меня все пошло плесенью. Я ее сверху сняла аккуратненько, ну и дальше уже просто это вино стояло отдельно и в какой-то момент, почти к концу брожения, оно покрылось легкой пленкой. Значит, я эту пленку сняла, вино пастеризовала, попыталась запустить заново брожение, но оно уже не запустилось, поскольку все выбродило. Ну, в общем-то, это вино было благополучно выпито и, если честно, я вам скажу, что это было самое вкусное вино, которое у меня было. Ну, вот так получилось. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог моих сортов винограда и на мои контакты. До новых встреч! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok